Глава 4. Сказание о Пуломе Сын Ламахаршаны, возница Уграшравас, опытный в Пуранах, пришел в лесные меша к мудрецам. Они присутствовали как гости при исполнении 12-летнего жертвоприношения Шаунаки, прозванного Кулапати. Сведущий в Пуранах и изучивший их с большими стараниями, он, почтительно сложив руки, обратился к ним. Что вы желаете услышать? О чем я должен вам рассказать? Ему мудрецы сказали, мы будем просить тебя, о сын Ламахаршаны, и ты расскажешь нам, жаждущим услышать, чудесные сказания. Святой Шаунака теперь занят охраной жертвенного огня. Он знает дивные сказания, повествующие о богах и о басурах, а также знает всяческие рассказы о людях, змеях и гандарвах. В этом жертвоприношении, о сын Суты, тот ученый Брахман является главой рода. Он искусен, тверд в обетах и мудр. Он учитель в области шастр и оранники. Он миролюбив и правдив. Он предается Тапасу и верен данному обету. Он почитается нами всеми. Пока нужно дождаться его. Когда наставник тот сядет на свое весьма почетное место, ты тогда расскажешь, что спросит тот лучший из дважды рожденных. Сута сказал, да будет так. Когда тот великодушный наставник сядет, спрошенный им, я стану рассказывать о различные священные сказания. И вот, исполнив в установленном порядке свои обязанности, тот лучший из брахманов, ублажив богов словами и предков водою, возвратился к месту жертвоприношения, где сидели благочестивые и соблюдающие обет брахманы-мудрецы вместе с сыном возницы впереди. Тогда, усевшись среди сидящих жрецов Исадасев, Кулапати Шаунака так сказал. Так гласит глава четвертая в Адипарве Великой Махабхарты. Глава пятая. Шаунака сказал, твой отец, о сын, некогда изучил все пураны. Изучил ли и ты их все, о сын Ламахаршаны? Ведь в пуранах рассказываются дивные сказания, а также древнейшие генеалогии мудрецов. Еще прежде мы слышали их от твоего отца. Теперь я желаю услышать сперва об истории рода Бхригу. Расскажи эту историю. Мы готовы слушать тебя. Сута сказал, что было некогда хорошо изучено о лучшей из дважды рожденных и рассказано Вайшампайной и другими великодушными брахманами. И что изучено моим отцом и затем хорошо усвоено мною, о том послушай, о потомок Бхригу. Об этом роде Бхарговов, наилучшем роде потомков Бхригу, который почитается богами вместе с Индрой и Агни и Сонмами Марутов, я расскажу тебе, о брахман, согласно сказаниям, основанным на пуранах, о великий отшельник. У Бхригу был сын, которого он очень любил. Бхаргава по имени Чявана. А у Чяваны был сын, отличавшийся справедливостью, по имени Прамати. У Прамати же, от Апсары Гритачи, родился сын по имени Руру. От Руру, твоего предка, от его супруги Прамадвары, родился сын Шунака. Он был справедлив душою, опытен в ведах и предавался подвижничеству. Прославленный и ученый, он был лучшим среди знатоков Священного Писания. Весьма благочестивый, он был правдив, тверд и обуздывал свои чувства. Шунака сказал, о сын Возницы, расскажи мне, вопрошающему тебя, о том, как тому великодушному сыну Бхригу было наречено имя Чьявана. Сута сказал, у Бхригу была супруга, горячо им любимая. Известная под именем Пулома. В ней получил зачатие зародыш от семени Бхригу. И вот однажды, когда зародыш тот находился еще в очреве целомудренной Пуломы, законной супруги славного Риши, о потомок Бхригу, и когда сам Бхригу, лучший среди блюстителей закона, ушел из дому для омовений, в его обитель тогда пришел Ракшас Пулома. Войдя в обитель и увидев безупречную супругу Бхригу, он влюбился в нее и потерял рассудок. А прекрасная Пулома, увидев того Ракшаса, пришедшего к ней, приняла его и угостила лесными плодами, коренями и другой пищей. Ракшас же, о Брахман, терзаясь любовью при взгляде на нее и восторгаясь ею, решил похитить ее безупречную. Тогда в хранилище Священного Огня он увидел Пылающий Огонь и вопросил Ракшас у Пылающего Огня, «Скажи мне, о Агни, ответь мне, чья это в действительности супруга?» «Ты правдив и скажи мне, вопрошающему, правду, о Павака». «Ведь красавица эта была раньше мною избрана в супруги, но затем отец отдал ее вероломному Бхригу. Скажи мне правду, если прекрасно бедрая стала супругой Бхригу в силу того, что пребывала в уединении, то я решил похитить ее из обители. Ибо теперь во мне бушует гнев, как бы сжигая мое сердце от того, что этой моей прежней супругой, красивой в талии, овладел Бхригу». Так, обращаясь к Пылающему Огню, Ракшас снова и снова вопрошал его, подозревая, что она супруга Бхригу. «Ты, о Агни, постоянно бродишь внутри всех существ, точно свидетель их достоинств и грехов. Скажи же справедливое слово, о Всеведущий. Если эта моя прежняя супруга была похищена вероломным Бхригу, то ты благоволи сказать мне правду. Услышав от тебя, что она супруга Бхригу, я похищу ее из обители, о знающий все о рожденных у тебя на глазах. Ответь же мне правдивым словом». Услышав ту речь его, семипламенный, сильно опечалился и тихо промолвил, «Боюсь неправды и проклятия Бхригу». Так гласит глава пятая в Адипарве Великой Махамхараты. Глава шестая. Сута сказал. «Услышав слово Агни, тот Ракшас, о Брахман, принял тогда вид вепря и унес ее с быстротой ветра, равную быстроте мысли. Тогда тот ребенок, находившийся в утробе матери у потомок рода Бхригу, в гневе выпал из ее чрева. Поэтому он стал прозываться Чьявана, падающий. Увидев его, выпавшего из чрева матери, блеском подобного солнцу, тот Ракшас выпустил ее и упал, превратившись в пепел. А прекрасно бедрая Пулома, взяв того сына Бхригу, Бхаргаву Чьявану, о Брахман, пошла вне себя от горя. Ту безупречную супругу Бхригу, плачущую обильными слезами, увидел сам Брахма, прародитель всех миров. И утешил ее великий прародитель Брахма, и из капель ее слез возникла великая река, текущая по пути следования той славной супруги Бхригу. Увидев реку, текущую по пути ее движения к обители Чьяваны, блаженный прародитель миров нарек тогда ту реку Вадгусара, текущая по следам женщины. Так родился Чьявана, знаменитый сын Бхригу. И увидел там отец Чьявану и ту молодую жену. Тогда Бхригу, разгневанный, спросил свою супругу Пулому, кто здесь рассказал о тебе тому Ракшасу, решившемуся тебя похитить? Ведь тот Ракшас не знал, что ты, мило улыбающаяся, моя супруга. Поэтому назови мне его, ибо я сейчас же хочу проклясть его в гневе. Кто это не боится моего проклятия, и чей это проступок? Пулома сказала, «О господин, Агни сообщил обо мне тому Ракшасу». И тогда Ракшас похитил меня, кричавшую, будто морская орлица. Я была спасена благодаря блеску этого твоего сына, так как Ракшас при виде его выпустил меня и упал, превратившись в пепел. Сута сказал, Так, услышав от Пуломы, Бхаригу пришел в крайнее негодование и в гневе проклял Агни, сказав, «Ты будешь всепожирающим!» Так гласит глава шестая в Адипарве Великой Махабхараты. Глава седьмая Сута сказал, Агни же, проклятый Бхаригу, в гневе сказал тогда такое слово. «Зачем ты сейчас проявил такую поспешность, О Брахман?» Я стараюсь поступать под гарми и говорю беспристрастно правду, какой же здесь может быть проступок с моей стороны. О чем был спрошен, о том я сказал правду. Ведь свидетель, который на заданный вопрос ответит, иначе, зная, как было на самом деле, погубит своих предков, а также семь поколений в роду. И на того, кто осведомлен о всех обстоятельствах дела и не говорит, зная о них, на него падет та же вина, тут нет сомнения. Не я тоже могу проклясть тебя, но, Брахманы, в почете у меня. Хотя тебе, несомненно, известно, я расскажу тебе следующее, внимай же. Увеличив себя при помощи магической силы, я пребываю в различных формах во время возлияния священному огню при совершении длительных жертвоприношений, при отправлениях религиозных обрядов и во время исполнения других жертвоприношений. Топленым маслом, которое возливают на меня при совершении жертвенных обрядов, согласно правилам, предписанным в ведах, бывают удовлетворены боги и предки. Все сонмы богов являются водами и сонмы предков также воды. Для богов вместе с предками одинаково доступны жертвоприношения Дарша и Паурнамаса. Дарша – это жертвенный обряд, совершаемый в день новолуния. Паурнамаса – жертвенный обряд, совершаемый в день полнолуния. Божества поэтому являются предками, а предки – божествами. Они почитаются совместно или в отдельности в периоды лунаций. И так как божества и предки вкушают всегда жертвоприношения, совершаемые на мне, то я считаюсь ртом богов и предков. В день новолуния предки и в день полнолуния боги питаются от жертвоприношений через мой рот и поедают топленое масло, возливаемое на меня. Каким же образом я, будучи их ртом, стану всепожирающим? Подумав немного, Агни тогда извлек себя из всех жертвенников дважды рожденных, из мест различных жертвоприношений и обрядов. Без восклицаний Ом и Вашат при жертвоприношениях, без восклицаний Сватха и Сваха при возлияниях богам и теням усопших предков, все существа тогда из-за отсутствия огня впали в большую скорбь. Тогда риши, все испугавшись, отправились к богам и так сказали. От прекращения жертвенных и религиозных обрядов, последовавшего из-за исчезновения огня, пришли в беспорядок три мира, о безупречные. Предпишите, что нужно делать и причем так, чтобы не было потери времени. Тогда риши и боги отправились к Брахме и поведали ему о проклятии, постигшем Агни и о прекращении всех религиозных обрядов. Когда его проклял Бахригу по некой причине о Всевышней, каким образом Агни, сделавшись ртом богов и пожирателем жертвенной доли и топленого масла, станет всепожирающим во всех мирах? И услышав ту их речь, Творец Вселенной позвал Агни и обратился к Вечному Производителю Тварей с кроткою речью. Ты здесь, Творец всех миров и их разрушитель. Ты поддерживаешь три мира и управляешь всеми обрядами. Сделай так, о владыка миров, чтобы жертвенные обряды не нарушались. Почему ты, повелитель миров и пожиратель жертв, так обессилел? Раз ты являешься в мире средством очищения и находишься внутри всех существ, то ты не пойдешь всем телом своим в состояние, все пожиратели. То пламя твое, которое охватит что-либо, оно все сожжет, о пламенный. Как все, чего коснулись лучи солнца, становится чистым, так и сделается чистым все, что будет сожжено твоим пламенем. Поэтому, о Агни, ты есть величайшая сила, рожденная твоей уже мощью. При помощи своей силы сделай проклятие Риши действительным, о владыка. Получай свою долю и долю богов от жертвоприношений, совершаемых в твоих устах. Да будет так, сказал в ответ тому прародителю Агни и отправился исполнять повеления Всевышнего Бога. А боги и Риши, возрадовавшись, разошлись тогда путем, каким пришли. И Риши стали, как и раньше, совершать все жертвенные и прочие обряды. Боги на небе возрадовались, возрадовались и сонмы земных существ. Агни тоже постиг высшую радость, так как избавился от греха. Таково это древнее сказание о проклятии Агни. И так произошло уничтожение Ракшаса Пуломы и рождение Чьяваны. Так гласит глава седьмая Вадипарви Великой Махабхараты. Глава восьмая. Сута сказал, и тот Чьявана, сын Бхаригу о Брахман, произвел от своей супруги Сукани сына великодушного Прамати, который был наделен пламенную силою. А Прамати произвел от Гритачи сына по имени Руру. Руру же произвел от Прамадвары сына Шунаку. О всех приключениях того Руру, о Брахман, одаренного могучей силой, я расскажу тебе подробно, слушай же о том полностью. Был некогда великий мудрец, наделенный знанием и совершавший подвиги по имени Стхулакеша, предававшийся благу всех существ. В это же самое время вступил в связь с Менакой царь Гандхаров Вишвавасу, о Брахман, мудрец. И в надлежащее время о потомок Бхаригу Апсара Менака испустила тот его зародыш у обители Стхулакеши. И, оставив новорожденное дитя на берегу реки, Апсара Менака, о Брахман, ушла прочь. И ту девочку, оставленную на безлюдном берегу реки, сияющую красотой, подобно божественному созданию, лишенную родителей, увидел тот великий мудрец и подвижник Стхулакеша. Увидев ту девочку, Стхулакеша, лучший из дважды рожденных и первейший среди мудрецов, взял ее, тронутый жалостью, и взлелеял. И выросла она, прелестная и красиво бедрая в его обители. И стала она лучшей из женщин, одаренная всеми прелестями и добродетелями. Поэтому великий мудрец нарек ей имя Прамадвара. И ту Прамадвару в обители Ирише увидел благочестивый Руру, и сердцем его овладел тогда бог любви. Тогда тот потомок Бригу через своих друзей уведомил об этом своего отца. И праматья его отец, услышав о том, пришел к славному Стхулакеши. И выдал тогда отец свою приемную дочь Прамадвару Заруру, назначив свадьбу, когда созвездие Бхагадайвата будет на восходе. Бхагадайвата это название 12-го лунного созвездия Уттарабхалгуни, состоящего из двух звезд. По преданию, созвездие Бхагадайвата благоприятствует браку. За несколько дней до того, когда должна была состояться свадьба, та прекрасно наликая девушка играла однажды с подругами. Она не заметила спящую змею, свернувшуюся кольцом, и, понуждаемая роком, находясь от смерти на волоске, наступила на нее. А змея, побуждаемая законом времени, крепко вонзила пропитанные ядом зубы в тело беззаводной девушки. Ужаленная, она мгновенно упала без сознания на землю. Даже безжизненная и неспособная привлекать взоры, она будто спала на земле. Пораженная ядом змеи, она, тонкая в талии, стала еще привлекательнее. И ее неподвижно лежавшую на земле прелестную, как лотос, увидел отец и другие отшельники. Тогда собрались все лучшие из дважды рожденных, проникнутые состраданием. Свастя Трея, Махаджану и Кушика, Шанка Мекхала, Мхарадваджа и Кауна Кутия, Арштишена и другие жители лесов. Увидев девушку, пораженную змеиным ядом, они зарыдали, исполнившись сострадания. А Руру, изнеможенный, ушел прочь оттуда. Так гласит глава восьмая Вадипарви Великой Махабхараты. Глава девятая. Сута сказал, меж тем, как те брахманы сидели там вокруг, Руру, отправившись в дремучий лес, стал плакать в великой печали. Угнетаемый скорбью, много и жалобно сетая, он вспоминал о любимой Прамадуаре. И растроганный вымолвил такие слова. Лежит она на земле с нежными членами, увеличивая мою скорбь. Что для всех ее друзей может быть более горестным, чем это? Если я раздавал подаяния и соблюдал подвижничество, и если я хорошо обслуживал учителей, то силой этого пусть оживет моя возлюбленная. И так как я, начиная со дня рождения, обуздывал свою душу и соблюдал твердый обед, то пусть сегодня же встанет красавица Прамадвара. Вестник Богов сказал «То, что ты высказываешь горе словами о Руру, является напрасным, ведь у смертного о благочестивый, когда жизнь отлетела, нет уже жизни. Это достойное сожаление дочь Гандхарвы и Апсары рассталось с жизнью, поэтому, о милый, не повергай никак своего сердца в печаль, ведь тут предусмотрено еще ранее средство великодушными богами. Если ты желаешь применить его, то ты обретешь свою Прамадвару». Руру сказал «Какое же средство определено богами, скажи мне по правде, о странник небес. Услышав о нем, я применю его, благоволи же спасти меня». Вестник Богов сказал «Отдай половину своей жизни девушке, о потомок Бхригу, и таким образом восстанет, о Руру, твоя невеста Прамадвара». Руру сказал «Половину своей жизни я отдаю, о лучший из небесных странников, пусть же восстанет моя возлюбленная в уборе из любви и красоты». Сута сказал «Тогда царь Гандхарвав и посланник богов явились благородные к царю Дхарме и сказали ему «О царь закона, ценой половины жизни Руру пусть восстанет». Сута сказал «Тогда царь Гандхарвав и посланник богов явились благородные к царю Дхарме и сказали ему «О царь Дхарме, ценой половины жизни Руру пусть восстанет, если ты пожелаешь прекрасная Прамадвара, нареченная супруга Руру, которая лежит сейчас мертва». Дхарма Раджа сказал «Пусть же восстанет, если желаешь о вестник богов невеста Руру, наделенная половиной его жизни». Сута сказал «Как только так было сказано, Прамадвара, та дева красавица, восстала будто ото сна, получив половину жизни Руру. Было определено, чтобы в будущем сократилась наполовину весьма долгая жизнь величественного Руру в пользу его супруги». Тогда в благоприятный день их родители с радостью устроили их свадьбу, а те наслаждались вдвоем, желая друг другу добра. Обретя супругу, которую трудно было обрести, супругу, подобную тычинки лотоса, Руру, твердый в обетах, дал обет истреблять змей. И где бы он не увидел поблизости змей, исполненные сильного гнева, он убивал их всех, хватаясь за оружие. Однажды тот брахман Руру вошел в громадный лес и увидел лежащего там змея из породы Дун-Дубга, которого одолевала старость. И подняв в гневе палку, подобную жезлу рока, брахман ударил его. Тогда змей Дун-Дубга сказал ему, «Я не причиняю тебе сейчас никакого вреда, о, отшельник, так почему же, охваченный гневом, ты в ярости бьешь меня?» Так гласит глава девятая в Адипарве Великой Махабхараты. Глава десятая Руру сказал, «Моя супруга, которая мила мне, как сама жизнь, была ужалена змеей. Тогда мною была дана у змей страшная клятва, буду всегда убивать всякую змею, какую не увижу, поэтому я намерен убить тебя, и ты расстанешься с жизнью». Дундубга сказал, «Это другие змеи, о, брахман, которые здесь кусают людей. Ты не должен убивать дундубгов из-за того, что они только по запаху змеи. Сделавшись знатоком дхармы, ты не должен убивать дундубгов, одинаковых по названию со змеями, но различных по стремлениям, одинаковых в несчастье, но различных в счастье». Сута сказал, «Услышав такую речь змея, Руру тогда смутился в страхе и не убил дундубгу, сочтя его за мудреца, и сказал ему господин Руру, успокаивая его, «Скажи откровенно, о змей, кто ты, испытавший такое превращение?» Дундубга сказал, «Я был прежде о Руру мудрецом по имени Сахасрапат, тысяченогий, но вследствие проклятия брахмана я превратился в змею». Руру сказал, «Почему же брахман проклял тебя в гневе, о лучший змей, и сколько времени ты будешь еще в этом облике?» Так гласит глава десятая в Адипарви великой Махабхараты. Глава одиннадцатая Дундубга сказал, «Был у меня прежде друг брахман по имени Кхагама, о милый, твердый в своем слове и наделенный аскетической силою». «Однажды, когда он был занят жертвоприношением на огне, я, забавляясь в ребячестве, сделал змею из травы». Перепуганный он лишился сознания. И когда тот аскет, правдоречивый, богатый подвигами и твердый в обетах, пришел вновь в сознание, он сказал мне, точно сжигая гневом, «Так как тобою была сделана эта бессильная змея ради моего устрашения, то ты в силу моего гнева будешь бессильным змеем». Зная хорошо силу его аскетических подвигов у отшельника, я в замешательстве стоял перед ним, смиренно склонившись и сложив знак умоления руки. И сказал я со смущенным сердцем тому обитателю лесов, «О, друг, это сделано мною совсем неожиданно ради шутки, благоволи же простить меня, о, брахман, да будет отменено это проклятие. Тогда отшельник тот, видя, что я весьма удручен душою, был явно тронут этим и сказал мне часто и горячо дыша, сказанное мною непреложно, оно исполнится как-нибудь. Выслушай же от меня то слово, которое я скажу тебе, твердый в обетах, и как услышишь, да будет в сердце твоем это слово всегда у отшельника. Родится непорочный сын прамати по имени ты его увидишь, для тебя придет через некоторое время избавление от проклятия. Ты-то и есть тот непорочный сын прамати, прозываемый Руру. Вернув себе сегодня свой подлинный облик, я расскажу нечто тебе на пользу. Непричинение зла всем живым существам считается высочайшим законом, поэтому Брахман никогда не должен убивать никаких тварей, Брахман рождается здесь уже кротким, так гласит Божественное Откровение. Он должен быть знатоком вед и веданга и не должен внушать чувство страха ни одному из существ. Непричинение зла, правдивость в речи и прощение установлены для Брахмана как высший закон, так как он изучил веды. Но тот закон, который определен для кшатрия тебе тут не подходит. Держание скипетра, суровость и защита подданных это обязанность кшатрия. Выслушай же от меня, увеликодушный Руру, об истреблении змей, некогда предпринятым во время змеиного жертвоприношения Джанамиджаи, а также об избавлении перепуганных змей Брахманом Астикой, главным из дважды рожденных, который был наделен могуществом аскетической силы и искушен в ведах и ведангах о лучшей из дважды рожденных. Так гласит глава 11 в Адипарве великой Махабхараты. Глава 12 Руру сказал, почему кшатри Джанамиджаи решил истребить змей? Почему змеи истреблялись, о отец, наилучший из дважды рожденных? И почему, поведай мне, змеи были спасены Астикой? Расскажи мне о том, я желаю услышать полностью. Мудрец сказал, ты услышишь о Руру полностью длинную историю Астики из уст брахманов. Сказав так, он исчез. Сута сказал, о Руру, чтобы увидеть того мудреца, обижал кругом весь лес. Разыскивая его, он в изнеможение упал на землю и, придя в сознание, Руру вернулся домой и о том рассказал своему отцу. И отец его, спрошенный им, поведал всю ту историю. Так гласит глава 12 Вадипарви великой Махабхараты. Конец сказания о пломи. Редактор Корректор